Ну а я всех приветствую! Поговорим сегодня о том, что не так просто в нашем деле, а конкретно перепродажа скинов со стикерами. Это дело и вправду зачастую мудрное. Где-то ты не оценишь, где-то окажется, что ты переоценил и твоя наценка за данный пример никому не нужна. А бывает, что ты выбрал не лучшую площадку для данного предмета, чтобы успешно и выгодно перепродать в короткие сроки. И потом мучаешься с этим. При работе со стикерами на скинах и для себя выработал определенную систему. Первое, и самое главное, особенно когда ты не разбираешься в данном рынке, это проверять наценку по конкуренту. Посмотри сколько накидывают наценку на каком оружии. Возьми для общего понимания несколько площадок для проверки наценок. Например тот же Steam, Buff, ну и CS Money. Не забывай о разнице в процентах при завозе скинов на каждой из этих сайтов. Второе, как дополнение к первому и не менее того важное, что за оружие у тебя и что за конкуренты на рынке с этой же наклейкой. Я согласись, что конкурент в виде какого-то пистолета-пулемета или дробовика будет менее ценным, чем тот же АК-47, АВП или МК. Следующие пункты тоже нельзя выпускать. Третье, о чем надо понимать, это что за позиция у наклейки на твоем скине. Не совсем понимаешь какая позиция хуже или лучше. Самая лучшая позиция это игра наклейку видно во время игры, а не только при просмотре скина. То есть, например, на многих пистолетах самая крупная позиция наклейки и самая приметная, это над магазином, а самая незаметная и от того самая плохая, это на самом магазине. Если все еще не понимаешь какая позиция оценится лучше, то скопируй ссылку на осмотр в игре скина, вставь его в вкладке скрешотов на броскинсе, и броскинс часто в скобочках указывает, что за позиция у той или иной наклейки. А лучшую позицию так и вовсе он укажет прямо. Все еще есть сомнения. Зайди тогда, например, на CS Money, выберя оружие как твое, найдешь желательно на нем стриг одинаковых наклеек, а не дешевых, так будет проще. И проверь, за какую позицию сколько накидывает обменник. Ну и заодно увидишь, где лучшая позиция. Ну а четвертым, я считаю, что стоит учесть то, как выглядит твой скин и наклейка вместе взятые. И согласись, что при выборе ты будешь глядеть также на то, как все это выглядит в комплекте. То есть, не забывай смотреть на это со стороны покупателя. Что в игре смотрится лучше, что хуже, ведь от этого тоже может меняться сумма наценки. Кстати, дата появления стикера и дата появления скина тоже играют определенную роль. Пусть это будет пятым пунктом. Ты должен понимать с учетом пунктов выше, как верно оценить такое. Тут я особо разглагодствовать не буду, лишь скажу глядеть на графики цен стикеров и на дату появления скина. Исходя из этого, ты будешь, например, понимать, что если скин новый, а стикер старый, то твоя наценка будет выше, чем у твоих более старых конкурентов. Ведь нанесли на скин наклейку тогда, когда ее цена уже превысила значительный рубеж стоимости. Кстати, этот момент особенно показатель на стикерах из капсу, где переплаты доходят вплоть до трех стикеров за стрик наклеек. Ну а что касается комплекта стикеров из старых коллекций, то там часто за стрик просят не меньше переплаты, чем в один стикер. Но с постоянными бустами стикеров такие продажи становятся сложными, долгими. Ну а если микс разных наклеек, то советую считать общую сумму цен этих наклеек и соответственно разделить на 4. Но зачастую таким образом наклейки люди недооценивают, хотя в последние годы появилась и обратная проблема, о которой я сказал только что, а конкретно переоценённость наклеек на скинах из-за этих как раз таки бустов. Ну а если же вам интересно, чтобы я разобрал такие примеры более подробно в следующих видео, подпишите об этом в комментариях, да и я наверняка что-то забыл указать. Но вроде как самое основное я в целом расписал, поэтому на этом у меня все. А с вас лайк, подписка, скоро у нас увидимся!